И что сквозь грех сей из местных небеса, Бог достойно дарит себя Отца, Земля же да радуется, да празднует же мир, Видимы же вещи невидимы, И что достает сирие вечное. Субтитры создавал DimaTorzok Необходимость в сооружении новой, большей в объеме церкви, Возникла еще с момента закладки храма Ксении Блаженной. Архитектурный проект Свято-Троицкого храма продуман до мельчайших деталей. Эта церковь возводится опытнейшими мастерами. Для ее строительства используют лучшие материалы. Тут надо говорить и большое спасибо говорить нашим строителям. У нас люди подрядчики, они потому что здесь и работают подрядчики, Потому что не только вот им, да, есть строители, которым дай чертеж, И как бы вот тогда я что-то буду делать. Это люди, которые творчески подходят к каждому кирпичику. Мы постоянно общаемся, постоянно предлагаем друг другу разные проекты, Поправки, так сказать, по текущей проекту, согласовываем с нашими инженерами, так сказать. И вот такая живая работа постоянно происходит. Если на рисунке на конечном, это вот здесь мы сейчас стоим. Здесь будет колокола, и отсюда будут звоны расходиться, будут, конечно же, все стороны наполнят весь поселок, Всю эту территорию колокольного колокола. Когда услышишь звон церковного колокола, призывающего всех на молитву, И совесть подскажет тебе, в дом Господень пойдем, Отложи тогда, если можешь, всякое дело в сторону, И спеши в церковь Божию, советует святитель Феофан Затворник. Знай, что ангел-хранитель твой зовет под кровь Дома Божия. Это Он, Невожитель, напоминает тебе о небе земном, Чтобы там осветить твою душу благодатью Христовой, Чтобы усладить твое сердце небесным утешением. А кто знает, может быть, Он зовет туда и для того еще, Чтобы отвести тебя от искушения, которого не избежать тебе, если дома останешься, Или укрыть тебя под сенью Храма Божия от великой опасности. И несмотря на то, что стены храма еще пусты, И предстоит много работ по его отделке и обустройству, 19 июня 2005 года в праздник Великой Троицы В этом храме совершили первую божественную литургию. Множество людей собралось здесь, Чтобы в церковной молитве с любовью и благодарением Обратиться к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Люди говорят, откуда мастера? А ведь это все наши люди. Это люди, которые живут здесь. Не надо куда-то далеко ездить. Я привез человека штукатуру, который Бывал в Европе и учился. Он, как говорит, меня там научили работать. Именно вот такие сложные штукатуры. Он сказал, а у вас вот такая Европа. Потому что вот это работа, которая может захватить. Это работа, которая наполняет сердце и руки. Любой человек, который умеет что-то руками делать, Который сюда попадает, он с удовольствием прикладывает свои руки. Потому что это на самом деле то, что будет всегда в сердце. У тех людей, которые к этому делу причастны. Ведь все может меняться. Все может обретать какие-то другие социальные, политические, временные формы. Но вот перед Богом есть люди, которые строили этот храм. И вот это вот самое главное, что греет. И самое главное, что согреет. Это так вот, в конце концов. Мы верим, что мы с вами доживем до того дня, Когда мы осветим престол в нашем храме. Когда все будет здесь обустроено, красиво и уютно. Мы помним все с вами, что у Ксении, когда мы входили, стены тоже были пустые. И пол тоже такой же был цемент. То есть мы проходим все это еще раз. Только уже в большом размере. И история наша продолжается. И если тот маленький храм Для того, чтобы наполнить нужно было 100 человек или 150, То, чтобы наполнить этот храм, нужно уже гораздо больше. А он у нас, слава Богу, наполнен. А стало быть, не зря мы там молимся все эти годы. Приход наш укрепляется. Приход наш становится больше и лучше. И больше не потому, что здания становятся больше. А больше потому, что Сердец верующий становится больше. Подоставят наши дети в нашей вере. Укрепляемся мы с вами, люди сомневающиеся, Люди слабые, порой немощные, Для того, чтобы вместить в себя веру Христову. А коль так, значит, верно мы все делаем. С Божьей помощью, с благословением правящего нашего архиерея, Верно мы все делаем. И правильно все мы делаем. И не по принуждению сегодня мы здесь собрались. А по своей воле. По исполнению чистоты наших сердец. Чтобы совершить нашу общую молитву. Там, где двое или трое, Господь сказал, я посреди вас. Мы верим, что Господь с нами в этот день. И поддержит нас. И с сегодняшнего дня Все наши усилия будут еще более и более плодотворны. Наверное, чтобы понять священное значение храма В жизни каждого человека, Нужно всецело вобрать в себя благодатную атмосферу Этого поистине святого места. Только тогда, перед взором христианина, Откроется мир красоты и вечности. Начинается жизнь нового храма. Его стены заполняются дыханием молитвы И огнем божественной любви. Вскоре здесь обустроят прилегающую территорию. Соорудят парковую площадку с фонтаном. И среди суеты серых будней, Как горящий пламень православной веры, Здесь величественно засияют купола Свято-Троицкого храма. Субтитры создавал DimaTorzok Удлиняется веков Нить мы на тысячу мудрей Лет повезло нам в этот миг Жить нам милениум несет Свет и возводится святой Храм, дабы осветить земной Мир, дабы не было людских Драм, дабы был закрыт войны Тир Мы построим новый храм Там, где Господь следы беды Смыл всех грехов не замолить Нам, если сами знаем грех Был, мы построим новый храм Так, чтоб берег нас от дурных дел Чтоб никто уже не друг, не враг Даже думать злого не смел Золотые купола Вверх нас ведет колоколом Звон, как к раскаянью ведет Грех нас к согласию ведет Вспоминаем всех святых В час, когда тяжко так, что нет сил Сколько раз бы храм сберег нас Если б в каждом сердце он жил Мы построим новый храм Там, где Господь следы беды Смыл всех грехов не замолить Нам, если сами знаем грех Был, мы построим новый храм Так, чтоб берег нас от дурных дел Чтоб никто уже не друг, не враг Даже думать злого не смел Удлиняется веков Нить Мы на тысячу мудрей лет Повезло нам в этот миг Жить нам миллениум несет свет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok